Всем привет, с вами Информ ТВ. Актриса Людмила Гнилова стала любимицей миллионов. Популярность она обрела после картины «Дальние страны». Помимо съемок в десятки фильмов, артистка занималась озвучиванием и преуспела на этом поприще. Но вот личная жизнь Людмилы не сложилась, она сделала роковой шаг, о котором впоследствии сильно пожалела. С мужем Николаем Кошериным они познакомились на репетиции новогоднего утренника. Она была студенткой, а он уже окончил «Щуку» и работал в линкоме. Вскоре они поженились. Гнилова успешно закончила вуз и пошла работать в театр. Именно там и произошла роковая встреча. По сценарию она с молодым актером Александром Соловьевым должны были играть влюбленную пару, и актер не смог противиться своим чувствам. Ему не мешало то, что она замужем за артистом того же театра и у супругов уже есть шестилетняя дочь Катенька. Гнилова тогда не ответила взаимностью. Он добивался ее долгих три года и заваливал цветами. Вскоре сердце актрисы растаяло. Она сдалась. Поженились они и через год появился сын Михаил. В это время на актрису посыпались роли в кино. Свет далекой звезды, легкая жизнь, анкор еще анкор, дайте жалобную книгу. Это лишь малая часть всех работ. Но вскоре предложений не стало. Помимо проблем с работой начались трудности и дома. Супруг начал регулярно выпивать. Людмила терпела и прощала его недельные запои. В 91-м Соловьев проходил курс лечения от алкоголизма в клинике. И там встретил такую же, как и он, Ирину Печерникову. У пары завязался роман, а этого Гнилова уже не простила. В это время она и начала работать на телевидении. Посвятила себя озвучке зарубежных картин и мультфильмов. Но в 2000-е все-таки вернулась на экраны и теперь часто снимается в сериалах. На углу Патриарших, Внук Гагарина, Райские яблочки. Именно здесь вы могли видеть любимую актрису. Ее дочь Катя уже выросла. Она стала хирургической медсестрой. Сын Михаил вначале тоже был актером, но потом ушел в режиссуру. Несмотря на горесть и предательство, Людмила смогла выдержать все жизненные испытания. А как вы считаете, правильно ли она сделала, что тогда ушла от мужа? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам нравится эта актриса, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!